Судьба этого артефакта, найденного в XIX веке в румынской деревне Петра Аса, оказалась во многих отношениях столь же драматична. В новое время, сколько была участь предметов подобного рода в эпоху великого переселения народов, скажем, в эпоху викингов. Я напомню, что он был обнаружен в составе золотого клада. Об этом совершенно не имеет отношения к тому, о чем я собираюсь говорить. И почти половина предметов из этого клада разошлась по рукам, прежде чем вообще попал в музей. Затем в 1875 году его похитили, вот так он выпил по зарисовкам XIX века. Грабитель был в каком-то смысле не чушь нравом той эпохи, когда его добыча создавалась, потому что она ему явно была нужна в качестве, не в качестве уникального раритета, относящегося к поведенному к IV столетию нашей эры, а лишь как кусок золота, который удобнее и выгоднее всего раздробить на части. Так что к моменту ареста он успел переплавить одну часть предмета и значительно повредить другую. И выполненная надпись на нем оказалась расколотой. Но он, тем не менее, этот грабитель был, может быть, один из самых козьих грабителей колец, которые прикасались к этому артефакту. Вот здесь не очень хорошо видно, но надпись идет пола. В начале 20-го столетия сохранившиеся фрагменты были вторично похищены из музея и у нас возвращены туда в 1916 году при отступлении румынских войск, а 5 из членов оказались в поведенном Москве, откуда вернулись в Румынию только в 1956 году. И значительная часть прорисий и чтений этой надписи осуществилась таким образом в полумерной копии, изготовленной еще до первой кражи 1875 года. Ну вот, я оказываю, что это. Ценность этого объекта и нанесенного на него текста для изучения культурной традиции варваров столь века, что его попросту не с чем сопоставить. Я напомню, что надпись выполнена 24-значным, так называемым старшим фронтатом, и является собой, по-видимому, один из древнейших образчиков германского румынического письма как такового. И самый объект, на котором она сделана, с большой вероятностью имел сакральное значение, которое лишь усиливалось и подчеркивалось надписью. Помимо всего прочего, я сейчас говорю вещи общеизвестные и, так сказать, не мною наблюденные, но тем не менее их важно обозначить. Помимо всего прочего, перед нами, возможно, один из немногих текстов, связанных с Готами, и написанных чуть ли не в ту же эпоху, когда создавался Готский алфавит, а епископ Вульфилла осуществлял свой перевод в Библию. Неизвестно, правда, принадлежал ли интересующий нас предмет Готам изначально, но, во всяком случае, надпись на нем в классическом, наиболее общепринятом прочтении, ну, первое, кажется, это прочтение приводил Софус Буге, а развил и значительно укрепил Вильгелия Крауза, сообщает следующее. Вот вы видите руническую... А как выйти из этого дела? Вы видите значительную степень осовремененный, так сказать, стилизованный под современный алфавит рунический текст, но вообще надпись сообщает, согласно такому общепринятому, но не единственному чтению, Гутани О Вихайвак, что буквально... Не знаю, что происходит, простите, я не очень владею динутацией, может быть, от нее просто лучше вообще отказаться и показывать... Да, Гутани О Вихайвак, что буквально можно перевести как готов владение святилищей и святыми священными. Ну, возможно, священные, а неприкосновенные и нерушимые. Сейчас объясню эту аппу Кадалу, которую я в ваших цереводах. Можно попросить сись на полу? А, да, прошу прощения, прошу прощения. Значит, ну, чтение Гутани и Ви, признаются подавляющим большинством исследователей, на сегодняшний день могут считаться относительно ясными, почти бесспорными. Более сложными, хотя и по совершенно разным причинам, окажутся два других компонента. Слово «хайлак», которое здесь выделяется, «Библия Гульфилла» не обнаруживается в качестве обозначения для святого и священного. Оно зафиксировано в германских языках, или значительно позже. Высказывались разные предположения, почему, собственно, оно отсутствует в Готской Библии. Не исключалось сейчас, но по всему, по правилам, так сказать, исторических грамматики германских языков, оно должно быть в Готской Библии, но его там нет. И не исключаю, в частности, что в то время, когда Гульфилла создавал свой перевод, «хайлак» обладал еще слишком сильными языческими коннотациями и применял, скорее, кругу объектов и понятий священно-преязычников. Таким образом, он, так сказать, избегал объявления Гутэльна. Но это не более чем догадка, на которую я бы не стал настаивать. Так или иначе, возникает вопрос о причинах своеобразного удвоения идеи святости в той вот кратком фрагментарном тексте, поскольку сфера сакральна и без того уже здесь обслуживает термин «ви», прилагательный, от которого «вейхс», «святой», как раз неоднократно в изобилии встречается в переводе «Ульфилла». Еще Вильгельм Краузе высказывал предположение, что «хайлак» выражает здесь не просто идею святости в привычном смысле, будь то святость языческая или христианская, но акцентирует характерный для германских языков аспект защиты неприкосновенности, связанной, в свою очередь, с идеей физической целостности, неповрежденности, нерушимости, неуязвимости. Ну, хорошая известна связь, прилагательный «хейл» целый и «хейлак», святой, скажем, в скандинавских языках. Вопрос о точной предметной соотнесенности и взаимосвязи двух обозначений сакрального в этом тексте, чья именно нерушимость, неприкосновенность декларируется в надписи, а ведь такой вопрос возникает. Некого святилища, в котором пребывал наш объект, или самого объекта святыни как таковой, это совершенно неясно, и он не поддается однозначному решению. Так или иначе, перезнали все-таки своеобразный подарок всякому историку германских древностей, исследователю, занимающемуся категорией сакральтного проходящих традиций. Тут священное золото явлено во всем своем блеске. Но информативность этого нашего артефакта в этом отношении настолько велика, что румологи, как кажется, не обратили внимания на определенную деталь, добавляющую еще один штрих к нашим представлениям о культурно-символическом языке эпохи Великого Переселения Народа. Приведенное классическое прочтение, или хрестоматильное прочтение надписи Петра Аса предполагает, что один из ее компонентов записан иным способом, нежели все остальные. Как известно, руническое письмо германцев было фонетическим, но при этом допускалось и использование рунического знака в символическом, как говорят многие, или идеографическом значении. Когда та или иная руна репрезентировала свое название, органично встраивающееся в остальной фонетически записанный текст. По-видимому, так был записан второй компонент текста, читающийся как достояние, имущество, вотчина, наследие. Он представлен вот этой единичной румой, которая фонетически соотносилась с О, и при этом носила название О, и, соответственно, могла передавать это слово на письме. Подумя тому, как, скажем, руна Яра передавала слово, соответствующее названию урожай, то, что дало потом древнеисландскому А. Руна Феху передавала богатство, именно как слово, то, что дало древнеисландское Фе. А руна Маннер, давшая потом древнеисландское Маннер, тоже могло обозначать, так сказать, сам знак мог обозначать слово. Слово Озы, послужившее названием героинического знака, было связано, насколько мы можем судить, по древнесеверной традиции, с одним из самых важных для германской культуры концептов неотчуждаемого наследственного владения, отчины. В Скандинавии, например, на обладание отданным, собственно, делало человеком свободным и полноценным членом социума. Неслучайно в древнеисланском языке оно могло употребляться в значении родины. Другое же, по-видимому, первичное его значение здесь, это родовая собственность, наследственная земля, земельный участок. В Готской Библии соответствующий элемент входит в композицию Тхайм Озли, употреблявшийся в значении земля как владение. Земля как принадлежащая тебе. Но вот интересующее нас слово оказалось настолько символически насыщенным само по себе, а заложенная в нем вот эта вот идея неотчуждаемости настолько органически перекликалась с Хайла в значении святой, нерушимой, неприкосновенной, что, кажется, ни у кого не возникало вопроса, почему на нашем сакральном предмете было вырезано именно оно. Я подчеркну, что особая идеографическая форма записи обычно только повышает и усиливает сакральный статус означаемого, который так передается. Тем более, что идеографический вариант записи в данном случае ни в коей мере не обусловлен какими-либо техническими ограничениями. Но уж не было бы питать компьютер и возвращаться к рисункам кольца из питорасы. Но, конечно, у речи было более чем достаточно места, чтобы выполнить слово, выписать слово целиком, как и все остальные, а не употреблять его относимованный субститут. Но сколько бы ни был значим наш золотой предмет, будь он сакральным объектом, принадлежащим одному человеку или одной семье, мы чем-то это не знаем, или находящимся в своеобразном коллективном владении святилищей, но едва ли автоматически по умолчанию может быть присвоено именование озера. Тем не менее, для начертания на нем именно руйной озере кажется, существовали, как мне кажется, отчетливые причины, связанные с формой основного артефакта. Тут надо сказать о том, что мы до сих пор, как-то я до сих пор это специально не оговаривал, а именно облик интересующий у нас предмета. Находка представляет по форме не что иное, как незамкнутое золотое кольцо, возможно, гривну, но что мы знаем про гривну в ту эпоху, толщиной в один полтора сантиметра и шестнадцать сантиметров в диаметре, которое при желании можно было замкнуть, так как на одном из его концов было нечто вроде втулки, в которую вставлялся другое хранистерство, оно, в принципе, как бы застегнутое. Иными словами, вот эта вот руна-одаль в условно-скематизированном виде воспроизводит форму предмета, на котором она была начертана, в той степени, насколько вообще угловатые руны могут воспроизводить форму круглых объектов. Таким образом, вот эта руна-одаль, как мне представляется, метанимически символизировала объект, тогда как самый объект символизировал одаль, о котором и говорится в надписи. Собственно, вся надпись в целом, я обращу ваше внимание на это, построена по принципу как раз кольцевой композиции, такого тоже замкнутого кольца, так как заканчивается той же румный гебукс, который начинается. И, судя по всему, вот эта идея замыкания кольца иконически и воплощена мы делаем в диаграфическом и умеем Оздрой. Спасибо большое. Спасибо большое, что я тоже понесуще. И тогда можно сказать, что руна-одаль стоит в середине. В середине, да. Прости, спасибо большое. Паразитным образом, когда это дело ломали, то как раз ломали его ровно по руне-одаль. И оно действительно фланкирует, так сказать, вот, некоторый такой, ну вот, центр текста всего. Вот, да. Тут, конечно, проблема с чтением самой Оздрой, потому что именно по ней проходит разлом, делается мой чтение. Оздрой как бы вероятно, наиболее вероятно, но как бы... Ну, я не стал специально говорить о самых разных прочтениях этой надписи. Значит, мне все-таки представляет, что вот то прочтение, которое не я предложил, а которое я сегодня произнес, ссылаясь на Крауза, на Буге, наиболее адекватное, наиболее верное. И я бы считал, в принципе, что вот такие, ну, квази-искуссоветические соображения, связанные с символикой руной Оздрой и ее ролью, чисто графической ролью в этой надписи, в принципе, косвенно могли бы поддержать эту интерпретацию. Хотя, признаюсь, что она не идея, опять-таки, есть определенные проблемы, но они не сопоставимы с теми проблемами, которые есть в других вариантах прочтения. Тут еще одна вещь, которая... Я интересовалась, это надписи, для меня непонятно. Значит, разделительных знаков нет, потому что словами, но слово надо, отделено почему-то все остальные написаны слепо. То есть это, видимо, тоже имеет какое-то значение для интерпретации, для структуры. Несомненно, я совершенно с этим согласен, тоже, конечно, думал и всячески даже пытался в этой условно-транскрипции изобразить некая отнесенность Хайла. Но я бы, тем не менее, настаивал, мне кажется, важной идеей и некоторой целостности надписи, связанной вот с этим конечным румом. Мне кажется, не случайно, что надпись начинается так же, как заканчивается. К этой мысли не так легко привыкнуть, но, тем не менее, мне кажется, что в рунике Старшего Путарка даже такие мелочи, детали играют важную роль. Спасибо, Андрей Юрьевич. Три вопроса. Первое. Есть ли у нас в Министерстве надписи, где «Онгодер» означает «Солнгодер». Да-да. То есть есть такие надписи, есть такие надписи, есть «Онгодер». Это не надо. Просто они гораздо более позднее. А как этот «Онгодер» — это вопрос предшествующего? Как он смысл? Ну, в смысле, как читалось это? Я так понимаю, это ваше предложение, да? Нет, нет, нет. Нет, именно предшествующей науке эта рума «Одаль» читала все диагностические. Как знак слова, а не знак антического. Ну, сначала с «Офуса Буге» и с «Олигиром Крауте». То есть с конца 19-го, середины 20-го и… Третий вопрос такой. Я все-таки не до конца помню взятие с тем временем этой вещи. Это вещь готов, да? То есть здесь нет имени владельцев, почему, как мы должны это понимать? Это что такое? Коллективное приношение готов в какой-то светище. Почему это… Есть ли у нас еще вот такие прецеденты, вот такие вот вещи, которые подлежат какой-то единической герой? И что значит здесь, если нет, то что значит здесь «Бук фортов»? Не очень понятно, и я немножко боюсь упылировать на этот счет, потому что это выстраивает… Ну, и выстраивает контекст для этой надписи, вещь чрезвычайно заманчивая, но все-таки очень опасная. Отчасти, на мой взгляд, мы стали очень удачными этим именовалась Наталья Александровна Галина. У нее есть обсуждение возможных контекстов вот этого самого «Кольца» из Петра Аса. В частности, она его связывала, ну, можно видеть, может нет, я совсем безоценочно думаю об этом, что это могло быть кольцо, такое храмовое кольцо на двери, некое капище, которое… Нет, вообще этнографически, соответствие этому есть, только не у Гортова, а у Скандинавта. А у «Святые посеркосы» есть? А? «Святые посеркосы» есть? На том разломанном артефакте недопотертость. Нет, мне кажется, таких явных нет, это не статуя собаки на площади революции. Но все-таки, Бог его знает, я немножко опасаюсь придумывать контекст и, так сказать, выдувать некую такую оболошку этой написи, мы совершенно решительно ничего не знаем. Даже про «наконечник Роскови» или другое, тут хотя бы ясно, что это «наконечник»-то объявлен. Я бы хотела сказать в ответ Андрею Юрьевичу, сама форма кольца, конечно, имеет определенное значение, потому что вот эти сакральные кольца, и совершенно не обязательно вешать их на двери, они могли держать на жертву, они очень хорошо засвидетельствованы уже в Скандинавии, но вот эти мячи с кольцами и так далее, более ранее, переселение народов, поэтому само кольцо, сама его форма уже задает некую врачебную перспективу сакральности. Я согласен. Да, перспективу сакральности и родового или коллективного вот этого сакрального начала цена. Вот и по очереди носили. А? Вот и по очереди носили. Господь знает, но вот… Ну, эти кольца не носили. То есть… Это не кольцо, да? Почему я не вообще кольцо, я не выставляю пальцем там только диаметр? Нет, нет, это 16 сантиметров диаметр. Ну, я говорю, да, 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 кольцо, то есть это скорее типа… Ну, его принято просто традиционно называть кольцо из Петераса. Вообще, есть работа, где эти пытаются показать, что это длинно. Бог его знает, ну… Вот такая форма-то, она многократно известна за щелкающиеся в времени. Конечно. Ну, ничего не одинакового, ничего не одинакового. Я бы сказал просто, что вот та символика и идеографическая перспектива, о которой я говорил, ну, как бы исчерпывает мой лимит ликости, я уже боюсь додумывать еще какие-то дополнительные сведения о бытовании тут нет. Маленький вопрос. А они все одновременно нанесены? Там нет на отсчет? Ну, вроде как-то нет оснований. Может добавили потом? Ну, вроде нет, вроде нет. Ну, я могу попробовать показать… Ну, что… Ну, не наоборот. Ну, вроде одно время, да. Во всяком случае никому в голову не приходило задаваться… Ну, да. Интересный вопрос, но даже я не знаю, как на него отвечать, потому что… Ну, это только посмотреть оригинал, так сказать, да, либо… Ну, оригинал. Он в Бухаристии, да? Он уже мигает. А, мигает, да. Ну, вот это я показал. Значит, просто стрелка, да? Ну, да. Ну, нет. Началка. Я просто посмотрел, у меня ничего такого существенно дополнительного нет, чтобы показать в качестве такого… Ну, есть еще такая черно-белая фотография, помните, Аргунка? Да, да, да. Ну, она молчится. Нет, вроде бы, одновременно… Ну, это вообще… Ну, так… Я не специалист в унической полиографии, но вот так… Ну, на взгляд дилетанта, все-таки знаки выглядят очень единообразно и гемогенно. Там нет ощущения, что они, так сказать, да унесены. Ну, то есть, поворот интересный, но, опять-таки, хотелось бы найти аналогию на более ясных артефактах, а, во-вторых, вроде бы, такого впечатления не создается. Ну, кольцо уже найдено там в составе огромного клада. Огромного клада, да, где… Ну, да, шины там… Да, 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 да. Блатового клада, где… Это единственный артефакт с надписью. Да, и там же эти самые… Насекто с цепятами, это там же, да? Эти самые фибулы-то огромные… Вот это я не могу сказать. Я вообще, честно сказать, сейчас… Состав клада, честно сказать, что я знаю, не так. По-моему, там огромный клад, который, безусловно, показывает какую-то уникальную… Да, да, он роскошенный, замечательный клад. То есть это… Я думаю, что всё-таки это его часть именно изначально, в смысле… Оно сокводское. Ну, да. И вот этот одель может относиться и кладу тоже. Да, да, да. Бок его знает. Бок его знает. Бок его знает. Нет, мне важно было… Вот… Ещё раз просто повторю, чем я сознательно ограничивался, а именно… Мне важно было прижигнуть вот такую символическую метонину, которую мы наблюдаем в этом знаке одель, да? Который уник здесь появляется. Да. Это очень условно. Условно. Как правильно сказал Елена Александровна, там никаких… Да, я не понимаю. Условно. Ну, в общем, там было… Там было… Было же рисунок, где уже было ясно, что это всё идёт сплошным. Только слово «хайро», как сейчас верно сказал Елена Александровна, чуть-чуть, так сказать, незаметно почти, но отстоит от первого комплекса. Просто даже с точками так будто это провалится? С точками… Это естественно, что рунологи и те, кто просто интересуются этой надписью, ну, естественно, как-то дедят. Нет, нет, это искусство. Можно маленькую реманку? Ты сделал, что касаясь как бы истории этой Роны дальше, что Вольфилу, когда создавал свой альфаэль, в это время он уже брал германские Роны, преимущественно для тех рук, которых не было в гречном, которые, кстати, не отражают. Е-звуки и так далее. И только для О он взял как раз руническую форму. Да, это ценность, естественно говоря. Она еще есть, только для О взял… Это мне было бы, надо сказать. Может быть, это имело какое-то особенное значение? Может быть, имело, да. Нет, прям О, для О. Вот Роза, да, у вас и так далее. Ромбовидное О. Именно такой сквозчик внизу. А похоже, что он его взял как раз из Роники? Нет, 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 нет. Он именно делал… Нет, это Офус признается, что он мне кажется, что он его не спасает. Может быть, он себя просто значило, что ему важно это делать? Несомненно, то, что значило важно – это фата. Да, вот. Ну вот, да. Как вы любите говорить «зитцин лейбман», но тут просто… Да. Час. Азин узитцин. Смерть его Franz? Ну вот, urine. Несомненно Carla. � ooh, масло. сына – нефть клево. этоynthesis, Это Uh! У?, Хиам,